Приветствую тебя FreeWalker на 52 совместной тренировке. Сегодня настраиваемся на продолжительную тренировку. Мы пойдем в компанию человека, для которого 5 километров это только разминка. Я торопился с публикацией этого выпуска до того, как обновится платная подписка, чтобы формат тренировки поместился в отведенный месячный тариф хостинга подкаста. Как ты слышишь, у нас все получилось? Итак, ты уже успел привыкнуть к еженедельным свободним встречам, благодаря которым мне и тебе удается знакомиться с удивительными гостями, открывать неожиданные проявления северной ходьбы. Я уверен, что тебе не терпится узнать, что мотивирует фаната скиновской ходьбы совершать невероятное по продолжительности пешее путешествие, открывать новые маршруты, вдохновлять своим примером местное сообщество любителей северной ходьбы на дальнейшее развитие этих треков. Да, я надеюсь, ты уже догадался, что сегодня мы пойдем в компании с автором и координатором проекта «Я иду, открываю Россию» Эдуардом Цвигуном. Приветствую, Эдуард. Я очень рад, что у нас удается все больше покорять просторы скиновской ходьбы, все больше приглашать в гости новых гостей, которые на самом деле уникальны по тем проектам и тем задумкам, которые не реализуются с помощью скиновской ходьбы. Прежде чем мы приступим к самому интересному, я хотел бы узнать, с чего вообще все началось, ваша личная история в скиновской ходьбе. Приветствую, Александр. Очень рад нашему общению очередному. К сожалению, не удается увидеться, так сказать, вживую, но рад слышать твой голос и как будто я уже где-то рядом с тобой нахожусь в одном парке, на одной площадке. Классно. Это здорово, да. Ну и я немножко расскажу, как я вообще познакомился с северной ходьбой. Для меня это вообще новая веха в жизни. Можно даже сказать, это преображение. И она меня, собственно говоря, полностью изменила как человека, как личность. Да, такое бывает. И это все северная ходьба. Я почему говорю северная ходьба, сразу объяснюсь. У нас в России официальная спортивная дисциплина, признана Министерством спорта, и ее название Nordic Walking записано как северная ходьба. Это официальное название нашей спортивной дисциплины. Ну и здесь уже бытует общее мнение, что Nordic Walking в дословном переводе переводится как северная ходьба. Поэтому я немножко пытаюсь перестроиться, ну фактически уже перестроился на, так сказать, официальный лад терминологии Nordic Walking. Ну я так понимаю, из предыдущего диалога, и ты склоняешь и меня в том числе перестроиться на новое упоминание. С точки зрения, скажем, маркетинга, скандинавская ходьба, словосочетание, оно само по себе уже продает на территории там русскоговорящего населения, да. На самом деле там написать северное гораздо короче, удобнее, как и Nordic Walking тоже короче и удобнее применять. Да, согласен. И здесь, ну меня еще подстегивают некоторые члены из команды Википедии, которые очень остро реагируют на перевод различных там английских слов. И вот они в том числе указывают на то, что дословный перевод Nordic Walking должен быть в русской транскрипции, значит, как северная ходьба. Ну да, народная как бы терминология, она существует, но потихоньку-потихоньку она меняется. То есть можно ожидать момента, когда слушатели уже не найдут этот подкаст под названием «Скандинавская ходьба», потому что это будет такое уже устаревшее понятие, а уже надо будет искать по словосочетанию «северная ходьба». Ну, я даже где-то уже встречаю в интернете такие замены, по-моему, даже в Яндексе уже прописываются как «северная», а в скобках скандинавская. Ну, не за горами то время, когда из скобок скандинавская тоже войдет. Будем ожидать новых перемен, и, может быть, это какие-то открытия за собой сулит? Безусловно, но здесь ничего такого зазорного я не вижу. В каждой стране есть свое название «Нордик Вокинг». В Финляндии это «Сауа Кавелли», в Польше даже, если вы знаете, называют ее, по-моему, «Дзенни Скиями» и так далее. То есть, каждая страна имеет свое название общепринятого международного термина «Нордик Вокинг». Ну, в нашей стране определили это «северная ходьба». Хорошо, будем держаться тогда сегодня на тренировке понятия «северной ходьбы». Отлично, отлично. Как возникла идея взять палки в руки, пойти дальше? У меня сложилось в какой-то момент ощущение, что я превысил свой вес, и это меня начало тяготить. И я начал испытывать некие проблемы со здоровьем, связанные как раз с личным весом. То есть, у меня была офисная работа, я никакой активности не проводил, ничего не делал. А в пятницу я, собственно говоря, отдыхал, как и многие офисные работники, но не в спортивной среде. И это все привело к тому, что у меня образовался лишний вес, высокое давление, ну и все, в общем-то, побочные эффекты, связанные с предначальными какими-то болезненными симптомами. И я, собственно говоря, уже много раз вспоминал и говорил о том, отвечая на вопрос, как все-таки я познакомился с «северной ходьбой», как я взял в руки палки. На самом деле, я вот не могу вспомнить конкретно. Единственное, что я каким-то образом в очередной день поднялся с кровати, поехал в магазин и купил палки. Это было какое-то, не знаю, наваждение. Я подумал, что надо что-то делать. И вот меня, собственно говоря, ноги привели в магазин. Это был магазин у нас в Москве. Один из немногих, может быть, даже единственный, кто в то время реализовывал инвентарь спортивный по «Нордик Вокинг». И я там приобрел палки. И я пошел в парк и начал ходить с ними. Ну, условно говоря, понимая, что я в прошлом занимался лыжными гонками, у меня было какое-то понимание, что надо ходить так, как лыжники в классическом ходе. Но потом пришло время, когда я понял, что нужно какие-то все-таки уроки от инструктора получить. Что это все-таки не просто там имитация лыжного хода, а еще, наверное, какие-то там есть тонкости, есть нюансы в технике передвижения. И я нашел, да, инструкторов. У меня такие уточняющие вопросы будут. Во-первых, что это были за первые палки. Сейчас ты ходишь с премиальными брендом «Леки». И кому-то перекочевали эти палки из родственников или где-то пылятся, как запасной вариант. Ну и кто был первым инструктором, если можно вспомнить? Ожидал ли человек, что Эдуард будет покорять Россию? Палки были габель трехсекционные, достаточно дорогие. 100% карбон, габель трехсекционная. По-серьезному мужчина начинает. Инструктор я нашел первого. Это была Елена Твердохлебова. Она в свое время обучилась у Марка Кантанева, получила у него золотую, по-моему, тренерскую карточку. То есть по той системе, по которой Марка Кантанева проводил обучение, на тот момент Елена Твердохлебова имела, по-моему, ГОЛД-сертификат. У нас еще не было записи выпуска с Еленой. Будет хороший повод пообщаться в будущем. Очень интересный и хороший человек. Инструктор, тренер. Она в свое время занималась тоже фитнесом. Но она, по сути, как и Марка Кантанева, довела до меня информацию, что не нужно смотреть на постановку палки на те острые углы и так далее, градусы в биомеханике шага. Нужно в первую очередь вооружиться хорошим настроением. И начать с этого, с самого себя, с хорошего настроения, с позитива. Она мне дала психологические моменты, которые меня преобразили. И я начал себя чувствовать уже как хорошего, позитивного человека, стремящегося вперед к своему здоровью. А палки именно в этой среде, они просто выступили определенным инструментом. Сейчас, конечно, я уделяю особое внимание уже тренировкам, поскольку участвую в определенных проектах, которые требуют от меня преодоления очень больших расстояний, многодневных, многокилометровых маршрутов. И это тоже дает мне свои плюсы, свою философию. Эдуард, раз уж мы коснулись техники, и я признаюсь, что я с увлечением смотрел видеообзоры, видеоблог о твоем путешествии по Свердловской области. И у меня напрашивался вопрос, как длительные вот эти вот расстояния повлияли на твое ощущение, восприятие и трактовку техники ходьбы. То есть есть такое мнение, что, в принципе, после 30-40 километров все идут одинаково, забыв про принципы, идеи, биомеханику, то есть палки используют больше как опора. Вот твои ощущения? Ну вот в моем понимании, конечно, техника, она остается. Она, знаете, как вот ребенок родился, через какое-то время начал ходить, и вот как он начал ходить, так он всю жизнь и ходит. То же самое и с техникой ходьбы. Вот мы определились с начальными элементами, сформировали там постановку палки, постановку ноги, шага, и все это начали, в общем-то, реализовывать. Фактически мы начали, как вот специалисты говорят, оттачивать эту технику. Она, в общем-то, закрепляется, и на протяжении многих-многих дней и лет она, по сути, не меняется. Ее можно только там где-то совершенствовать. Но если вы обратили внимание, на многих видео у меня, собственно говоря, есть элементы, где я, собственно говоря, иду, так сказать, не так активно, да, машу руками, у меня не такая достаточная амплитуда рук, и где-то, может быть, даже тот локоть, который мы там стараемся его выпрямить, да, по возможности, он, собственно говоря, иногда там прижат к моему корпусу. Такие элементы присутствуют. Во многом они связаны с рельефом, по которому приходится идти, потому что одно дело мы идем в парках на какой-то хорошей грунтовой дорожке, а другое дело, когда мы сталкиваемся с пересеченной местностью, и там зачастую мы однозначно не можем выполнить все качество, все элементы техники северной ходьбы. И сейчас вот в спортивном сообществе все больше специалисты склоняются к мнениям, что нужно те, то большое количество критериев, которые предъявляются к технике северной ходьбы, их, собственно говоря, сокращать, как-то унифицировать, упрощать, потому что в спортивном формате есть нюансы, которые не обеспечат идеальной технике при ходьбе. Для этого как раз предусматриваются отдельные соревнования на технику, на которых, собственно говоря, спортсмены показывают весь свой профессионализм в технике, то есть проходят там по небольшому участку, типа треугольника, и рассматривают со всех сторон, со всех ракурсов, и накладывают их технику на, условно говоря, идеальную картинку, которая у нас по международным правилам принята картинка Пина де ла Сега, вот где-то я ее даже видел в этом самом, на сайте ЕНВО, вот это считается эталон техники нордик вокинг. Ну, там фото Пина де ла Сега, который там, значит, бодро шагает где-то там, значит, в Италии. Ну да, тем более там техника, которая демонстрирует, как бы, свой идеал, она отличается от того, когда человек идет на столь длительной дистанции. Да, это безусловно так, но меня иногда там тоже спрашивают, насколько я там обращаю внимание на так ли я поставил там руку, ногу, я на это, естественно, внимания особо не обращаю, но вот у меня был случай, когда мы шли марафон, это был праздник Севера, по-моему, пару лет назад в Мурманске, и я уже на финише, это около, это более шести часов мы шагали, и я на финише, значит, уже там спускался вот там с подъема к финишному створу, и меня поддерживали там спортсмены, и вот одна из спортсменов сказала, вот Эдуард, удивительно, вот уже там сколько, все уже устали, и уже там многие начали на технику не обращать внимания, а вы там типа продолжаете идти, так сказать, технично, но это меня, в общем-то, даже порадовало, да, что я, собственно говоря, после шести часов не сбился с технического шага. Эдуард, я так понимаю, что на каком-то этапе ты стал соучастником формирования субкультуры северной ходьбы, вот, и появился журнал Nordic Walking. Да, я начал погружаться, это меня очень сильно завлекало, погружало, и я хотел сделать что-то более полезное, более ценное, не только в нашей стране, да, но и за ее пределами, вообще, хотел как-то показать всем, да, всем жителям нашей страны, ближнего зарубежья, что северная ходьба, это очень важный помощник, да, на пути к здоровью, да, и к спорту. Я вошел, собственно говоря, в Российскую Федерацию Северной Ходьбы, где познакомился с удивительными людьми. На тот момент сообщество было представлено в, по-моему, в 50 регионах нашей страны, вот, и охватывали, у нас, собственно говоря, 85 субъектов Российской Федерации, представители Северной Ходьбы, сообщества уже были сформированы в 50 субъектах, да, то это больше половины регионов нашей страны. И я, конечно, там зарядился огромным, значит, позитивом, большим количеством энергии, я понял, что все, что мы делаем, это очень ценно и полезно, и нужно, чтобы каждый человек, в первую очередь наши близкие, да, познакомились с Северной Ходьбой и вообще все встали на палки и начали ходить в парках. Не обязательно там требовать от них какую-то идеальную технику, хотя бы, чтобы они вышли, взяли палки и начали ходить. А дальше уже инструкторы, тренеры, клубы, секции, да, помогут им поставить на технику. До того, как я получил журнал в руки, я слышал о том, что есть такой проект, вот мне очень было интересно его почитать, подержать в руках. Денис Шадуль мне передал один из выпусков, я еще помню, я залег в гамаке, с интересом погрузился в чтение и понял, что вот, как бы, по сути, являюсь частью этой вот субкультуры, которая даже уже выпускает журнал. Скажи, какие ожидания были от данного выпуска, на кого был рассчитан журнал и когда можно ожидать его возобновления? Изначально инициировал его теми идеями, что он должен быть журналом для всех, да, у нас, к сожалению, все ассоциировалось, вообще, с северной ходьбой, она ассоциировалась, как фитнес для бабушек, и все понимали, что сейчас будет очередной этот самый журнал по рукоделию. Вот, я, как инициатор, вот, обратился к молодым ребятам, которые тоже имели отношение к спорту, но они поддержали меня, и вот, с молодежной точки зрения начали рассматривать этот вопрос, то есть, как бы, как бы этот журнал выглядел для молодых ребят, так, то есть, они начали обсуждать креативность этого издания, и подключили очень много ресурсов в молодежной среде, в том числе, и дизайнера, который в то время был во Франции, и разработал для журнала определенную концепцию, там, начиная с обложки, с логотипов, там, и вообще с общего фона этого журнала, и как оказалось, как оказалось, вот после первого выпуска, второго, там, и третьего, мы, в общем-то, попали в цель, да, мы сделали журнал, который стал бы интересен не только бабушкам, но и людям среднего возраста, и в том числе, и молодежи. Иногда мне говорят, вот, что ты выпускаешь журнал, там, для девочек, да, девочки тоже занимаются северной ходьбой, то есть, очень хорошо, что он стал интересен молодежи. Журнал, на самом деле, выглядит очень классным, мне понравилась идея, вот, с приглашением различных гостей, различных, скажем так, звезд геннадской ходьбы, представителей этой субкультуры, также, вот, идея с QR-кодами, по которым можно перейти, познакомиться с какими-то наработками, с упражнениями, которые предлагает тот или иной автор. Скажи, пожалуйста, можно ли ожидать в будущем, вот, что журнал вернется к своей регулярной, регулярной, какому-то выходу, может быть, не в бумажном варианте, может быть, в электронном варианте, который будет доступен для любителей, фанатов, инструкторов, с северной ходьбы. Да, Александр, вот мы делаем сейчас все возможное, чтобы остаться на плаву, к сожалению, экономическая ситуация, связанная с пандемией, немножко, ну, можно так сказать, подкосило дальнейшее развитие очередных выпусков, журнал, собственно говоря, он остался, и единственное, что у нас немножко коллектив взял определенную паузу, это связано как раз вот с теми ограничениями, с которыми мы столкнулись. Мы уже работали над четвертым выпуском, у нас уже был сформирован рубрикатор, а предыдущие издания уже лежали на полках сети Ашан. То есть Ашан обратил на нас внимание, согласился размещать наше издание у себя в сети, то есть это, как говорится, тоже зашло ребятами из Ашана, вот, они оценили креативность этого издания, сказали, что это уникальная вообще вещь, на полках у нас ничего подобного в принципе не было, поэтому мы готовы, давайте, значит, размещаться. Мы разместились, и как только мы, значит, очередную партию разместили на полках Ашана, произошла вот эта ситуация с пандемией, были введены ограничения, и даже были закрыты на какой-то там период, даже был доступ к магазинам был закрыт, то есть однозначно люди просто перестали так активно посещать магазины, все перешло на удаленку, онлайн, и мы здесь, ну, так сказать, оборотов лишились, и у нас пошли, ну, в общем-то, сложности в формировании следующих выпусков, но мы остались на плаву, вот, сейчас у нас происходит процесс реструктуризации, реорганизации, у нас могут появиться новые, новая команда, новое, новое руководство, я надеюсь, что та концепция, которая вот была выдержана в журнале, она, конечно, останется, я на это очень надеюсь, но мы понимаем, что вот приход новой команды, он необходим, потому что, ну, финансирование, к сожалению, пока идет за счет средств, ну, собственно, за счет коммерческих всех вопросов, хорошо, не удалось тебе вспомнить, в какой момент появились палки, вот, как прошла первая тренировка, может быть, ты вспомнишь, когда ты впервые воскликнул, я иду, открываю Россию, да, это было в прошлом году, ну, я уже, собственно говоря, имел, как определенный статус в северной ходьбе, вот, участвовал в соревнованиях, и я понимал, что когда наше правительство приняло решение о признании северной ходьбы как спортивной дисциплины вида спорта и внесение ее во Всероссийский реестр видов спорта, я понял, что нужно расширять северную ходьбу и популяризировать ее по всей стране, по всем регионам нашей страны, вот, на волне вот этой всеобщей радости я в рамках конкурса лидера России, по-моему, был такой конкурс, но он сейчас есть, я инициировал вот такой проект под названием «Я иду, открывая Россию». Цель его проста пройти северной ходьбой кольцевые маршруты расстоянием от 500 километров. Ну, учитывая, что у нас страна большая, регионов много, то этот проект обещал быть многолетним вот, и перспективным. И, собственно говоря, являясь инициатором, я, собственно говоря, и начал его реализовывать. Первым регионом в рамках этого проекта была Смоленская область, а прежде чем реализовать его в Смоленской области, я попробовал, так сказать, потренироваться на Ставрополье, еще не озвучивая проект я иду, открывая Россию, я решил пройти по Ставрополью. Здесь я, кстати, обратился к Дмитрию Ерохину, который в тот момент уже был нашим активным членом, тоже взял палки в руки, в общем-то, уже установил несколько национальных рекордов, и здесь я с ним начал вести беседу о том, что хотелось бы мне тоже пройти такие же маршруты, которые он преодолевал, когда пересекал Калмыкию, Сахалин, когда бежал вокруг Байкала, то есть меня это немножко вдохновило, хотелось бы в рамках развития популяризации северной ходьбы на Кавказских минеральных водах, где, кстати, у нас не было таких централизованных сообществ, были какие-то локальные активности в северной ходьбе, и вот я задумал там инициировать такой проект, он просто назывался Нордик Тур, и он получился, я прошел там 359 километров за 8 дней, вот, это создало определенный резонанс, внимание, и очень много людей поддержало, и, в общем, это такое событие произошло в нашей стране, образовался такой кольцевой маршрут для североходцев, для туристов, для пешеходников, вот, и самое интересное, что были задействованы практически все города, курорты Кавказских минеральных вод, вот, этот маршрут был зафиксирован с помощью системы GPS мониторинга, был приглашен специальный технический представитель компании Аклайв, который вот прикрепил ко мне специальный датчик, и весь этот маршрут можно было наблюдать в режиме онлайн за моим перемещением, и это меня очень сильно вдохновило, и последствия вот этого маршрута, и здесь как раз вот эта идея «Я иду, открывая Россию», она окончательно у меня сформировалась. И вот в начале прошлого года, в феврале месяце, буквально первого, точнее 15 февраля, будет ровно год, как начался проект «Я иду, открывая Россию». Значит, в Смоленской области я прошел 569 километров за 13 дней и сформировал тоже прекрасный спортивно-туристический маршрут для пешеходников, для североходцев, для всех любителей туризма, вот, который там тоже стал таким ярким событием. Вот, и Смоленское наше отделение североходцев поддержало, и люди там тоже активизировались. в общем, вот этот проход, особенно многодневный, он показал, что есть внимание, есть желание у людей заниматься здоровым образом жизни, вот, самым простым, в том числе северной ходьбой. Ну, и второй этап, буквально я его завершил месяц назад, в декабре, прошлого года, вот, он, конечно, был по своему расстоянию намного больше, вот, и по продолжительности тоже намного дольше. Я там в Свердловской области прошел 1019 километров за 22 дня. Тоже очень интересный получился маршрут. Если говорить о Смоленской области, то форма трека, она очень напоминает сердце, и вот, так сказать, народная молва, да, назвала этот трек «Смоленское сердце», в Ставрополье маршрут назвали «Минеральное кольцо», а в Свердловской области, вот, я так понимаю, будет, ну, привяжется название «Уральский самоцвет». Здорово. И дальше по всем регионам нашей страны я вот планирую проходить аналогичные маршруты, вот, популяризировать, развивать нашу дисциплину спортивную, чтобы больше людей обращало внимание. Ну, сейчас вообще на самом деле очень хорошо, потому что люди в связи тоже с ограничениями, люди стали понимать, что занятие физкультурой и спортом, это полезно, и это является хорошей профилактикой, в том числе и вот этой коронавирусной инфекцией. Ну, я так понимаю, что тебе, как такому первопроходцу, который идет с мачетой или там прокладывает тропинку, хотелось бы, чтобы она не зарастала. что на практике необходимо тому участнику, который решит какую-то часть хотя бы этого маршрута пройти самостоятельно, то есть вот этот трек записан, его можно скачать, ему можно следовать. Какую реализацию ты видишь в будущем? Вот как раз задача моя, как первопроходца, дать определенный импульс и дальше этот трек оставить для всех желающих, для всех пользователей. Для этого мне большую помощь оказывает Максим Сладкоштиев, он один из авторов и создателей такой тропы под названием Путь Ермака. Мы с ним познакомились, я ему рассказал про свою идею, и он выступил, ну, как вот это можно выразиться, промо-руководителем, промоутером, сейчас официальная его должность называется директор проекта, он является у нас соавтором этого всероссийского проекта «Я иду к краю России», и он как раз создал определенную инфраструктуру, создал сайт, на который выгружаются все треки, описание всех посещаемых мест, гостиницы, ну, и вся, в общем-то, сопутствующая информация необходима для человека, который захочет пройти небольшой участок. И самое интересное, что местные жители, местные активисты, там, из спортивных сообществ, спортсмены, они немножко дорабатывают, дорабатывают те участки, по которым я проходил, да, то есть, их совершенствуют, создают какие-то тоже инфраструктурные моменты. Это очень важно, и как раз говорит о том, что интерес к таким маршрутам, он не будет прекращаться, и даже местные жители ежегодно формируют какие-то активности именно в рамках вот этого маршрута. Вот буквально недавно в Смоленской области ребята в рамках проекта «Я иду, открывая Россию» прошли в районе Ярцево, то есть такие же кольцевые маршруты начали делать. Это говорит о том, что в будущем вот этот мой условно говоря трек, он может быть просто каким-то центром, от которого пойдут много-много-много других аналогичных маршрутов, которые уже будут делать сами местные жители или сами спортсмены. Это будет такой трансрегиональный маршрут. Для справки слушателю, я так понимаю, что проект поселился по адресу welcome to russia.info. Одно место, где можно найти треки, всю информацию. Да, это основной сайт проекта Я иду, открывая Россию. И есть еще сайт, который ведет техническая служба. Туда тоже складываются все треки, которые я проходил. А помимо проекта Я иду, открывая Россию, меня стали приглашать как основного спортсмена на другие туристические проекты, один из которых называется «К сердцу севера от Ладоги до Онеги». Это маршрут Аланец-Каргополь. Протяженность его 630 километров. Я его как раз прошел в летом прошлого года. То есть проект «Я иду открывая Россию» и другие аналогичные проекты уже носят статус не просто спортивно-туристических, но они уже приобретают направления историко-культурные, краеведческие, где-то даже паломнические, потому что наша страна своей духовной историей, она неразрывно связана с христианством, с православием. И очень много на пути встречается православных храмов, объектов исторической ценности, исторической культуры. Это тоже все нас объединяет в единую нашу историю, с которой мы соприкасаемся когда идем по маршруту. Это тоже своя философия в этом есть. Ты отчасти уже ответил на мой вопрос, но я его еще озвучу, может быть, ты что-то добавишь. У меня напрашивался вопрос, почему Россия? Много примеров того, как люди отправляются по пути Сантьяго, повторяют его несколько раз, находят каждый раз что-то новое. Это возможность узнать, показать свою страну, или есть еще какие-то внутренние личные амбиции, устремления? Конечно, задумка в том числе открыть Россию не только для наших жителей, но и для жителей всего мира. На самом деле, если говорить даже о нашем журнале, вот мы начинали с журнала, мы раскрывали информацию о северной ходьбе в России, но как оказалось, определенный интерес, определенный интерес в первую очередь в первые дни публикации выпуска, первого, второго выпуска журнала, мы получали отклики из-за рубежа. Наши соотечественники, живущие в Европе, очень активно выходили на связь и каким-то образом попадали к ним на журналы, где-то они видели, может быть, в интернете, и они говорили, что очень интересно читать журнал, мало кто в Европе знал, как в России развивается Nordic Walking, который уже в Европе достаточно популярный и во многом уже является таким старожилом. И вот это меня как-то даже порадовало, этот интерес. И поэтому проект «Я иду открываю Россию», он тоже открыт для всего мира, любой желающий, если границы когда-то они будут все-таки откроются, ограничения будут сняты, и я надеюсь, что и люди из-за рубежа, а уже такие запросы есть, Америка интересуется, Израиль, хотят приехать, пройтись немножко по тем местам, по которым я проходил. Повторюсь, что всего лишь только максимум два региона, по которым удалось пройти, и третий вне проекта, но уже такой определенный интерес присутствует. Я, кстати, поделюсь интересной статистикой по подкасту, чтобы ты сформировал представление, кто тебя может услышать и где. Подкаст данный слушают. Помимо Европы более 50% скачиваний. Порядка 45% это с Азии, вот этого региона, чуть уже за европейского. 184 скачивания с Северной Америки. Одно скачивание кто-то нас слушал в Южной Америке. В Африке, к сожалению, пока никто не слушает. А вот в океане это Австралия, Новой Зеландия 31 скачивание. Так что наших соотечественников и русскоговорящих ходоков достаточно много по всему миру и возможно мы в будущем журнал Nordic Walking тоже будем находить на крылавках других магазинов. Это здорово, Александр, я очень рад и вообще вот я сейчас с тобой разговариваю, мне вообще приятно, что такая тема подкастов, она вот развивается. Я, честно говоря, скажу откровенно, что когда тренируюсь, когда хожу с палками, то я стараюсь ничего не слушать, но у меня просто, к сожалению, сформировался определенный стереотип, когда мы участвовали на соревнованиях в вашей родной Белоруссии, и там одним из строгих пунктов правил было отсутствие наушников, то есть наушники во время соревнований были запрещены, и это как-то так повлияло на меня, что я, ну понятно, что на соревнованиях не использую наушники, и как-то вот не стал их одевать на тренировках, хотя понимаю, что ничего в этом плохого нет, можно идти тренироваться и слушать, я в парках встречаю очень много людей и бегунов, да, и ходоков, которые в принципе тренируются в наушниках, наверняка они слушают в том числе и подкасты, может быть даже и те, которые вот ты формировал за этот период уже, да, но я, к сожалению, не слышал. есть современные технологии, которые позволяют не только воспринимать качественный звук, качественную музыку или подкаст, но и улавливать сторонний звук, то есть двигаться даже там вдоль трассы, ну или там по дорожке, где могут присутствовать, приезжать велосипедисты, при этом получая сигналы о безопасности, вот, то есть на соревнованиях это в первую очередь связано с безопасностью участников. Да, да, это здорово, это здорово, и я, конечно, наверное, сейчас буду потихоньку эти стереотипы свои убирать и использовать, да, наушник, по крайней мере, слушать твои подкасты точно буду. Ну, раз уж мы коснулись тренировок, я думаю, что у такого, ну, во-первых, высокого, здорового, активного мужчины должен быть и с такими амбициозными планами свой какой-то уникальный тренировочный процесс. Может быть, ты поделишься вообще, что стало твоей частью жизни, какие моменты ты включаешь в свои тренировки для того, чтобы твой организм мог адаптироваться и подготовиться к продолжительным таким заходам. да, ты абсолютно прав. Вот погружение в, ну, я не знаю, может быть, высоко скажу, что только профессиональный спорт, но мы здесь в России рассматриваем северную ходьбу как полноценный вид спорта. Соответственно, те спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, значит, на, ну, даже на 5, на 10 километров, я не говорю, что есть спортсмены, которые активно участвуют в полумарафонах и марафонах, то, естественно, для того, чтобы, значит, достигать определенных результатов, нужно тренироваться и тренироваться по определенной методике. Практика показывает, что спортсмены из других стран, да, в том числе из Беларуси, Польши, Германии, они во многом сильнее и подготовленные в северной ходьбе, чем наши спортсмены. Но сейчас вот мы начинаем в спортивном сообществе пересматривать тренировки, да, в том ключе, что нужно готовиться конкретно к определенным дистанциям, да, к определенным соревнованиям. В моем, так сказать, тренировочном процессе, да, произошли серьезные изменения, вот, начиная от подготовки и заканчивая восстановлением. Я, собственно говоря, использую специалистов, которые разрабатывают для меня специальный тренировочный план под те цели, которым, которым я, собственно говоря, готовлю. Целям и задачам, которые передо мной стоят. И вопросы восстановления, они, как оказались, тоже самые важные, поскольку я столкнулся с такой проблемой, когда после цикла соревнований вот, я не занимался восстановлением, и у меня из-за того, что мышцы так подзабились, у меня воспалился ахилл. То есть, я посещал специальных спортивных врачей, массажистов, которые, в общем-то, делали мне диагностику и очень такой длительный период восстановления моих мышц, где я, в общем-то, узнал очень много информации о том, что настоящий спортсмен должен уделять восстановлению очень много внимания. Поэтому у меня появились роллы, я начал изучать миофасциальный релиз, у меня появились приборы кардиомиостимуляции, и здесь я тоже, ну, понятно, что у меня изначально базовое образование техническое, мне приходится погружаться в процесс, так сказать, с нуля. Я все, как бы, каждый момент открываю для себя заново. Но уже вот такие технические средства я использую, они входят в мой ежедневный, так сказать, тренировочный восстановительный цикл. А специалисты, к которым ты обращаешься, они не из мира скниновской ходьбы, то есть это где-то, ну, я так подозреваю, что в серверной ходьбе еще мало тренеров, которые целенаправленно готовят к соревнованиям. Вот дисциплина только растет, развивается, где у кого ты заимствуешь этот опыт, эти знания, кому обращаешься, выдавай. Да, ты абсолютно прав, в северной ходьбе еще не сформировался тренерско-преподавательский состав, полноценный, так сказать, инструкторский состав, я имею в виду в части спортивной дисциплины. И у нас, в России, да, действует система федеральных государственных стандартов, так вот, по федеральным государственным стандарту еще, да, действительно нет специалистов по северной ходьбе. Ну, и надо сказать, отдать должность, пока северная ходьба не является видом спорта, отдельным видом спорта. Поэтому, ну, этот процесс, в общем-то, еще нам предстоит реализовывать. я обращаюсь к футболисту, если так говорить откровенно. Футболисты, у них очень большая научная база, ну, и, соответственно, есть спортивные центры, которые специализируются по всем видам спорта, ну, в части каких-то общевосстановительных моментов. то есть, словно говоря, есть специфика для каждого вида спорта, вот, есть, собственно говоря, общенаправленные какие-то моменты, вот, которые, это как у нас общая физическая подготовка есть, и общая физическая подготовка занимается все, она для всех полезна. Ну, вот, я, собственно говоря, обращаюсь к специалистам, конечно, стараюсь, чтобы со мной работали люди, которые имеют опыт в циклических видах спорта, да, то есть, наша ходьба, она все-таки приближена к циклическим видам спорта, это лыжные гонки, да, биатлоны и так далее, вот. Здесь, собственно говоря, вот приходится, значит, использовать ресурсы специалистов из этих видов спорта. Скажи, пожалуйста, ты начинал с оздоровления, со снижения веса, ну, и в какой-то момент все больше начал зачислять себя спортсмены, то есть, этот уже перевал произошел, то есть, ты сейчас на северную ходьбу смотришь, как на спорт полноценный, или все еще соревнования, это просто как фестиваль, возможность встретиться, возможность там покорить какие-то горизонты, поставить рекорды, на каком поле деятельности ты сейчас находишься, и к чему стремишься? Ну, я сейчас вот последний год, я полностью переключился на северную ходьбу, я пытаюсь все, все свое время, да, уделять этому направлению, где-то это связано там с административной деятельностью, поскольку в прошлом году, значит, на Совете Федерации было предложено мне, на Совете, точнее, актива членов Федерации было предложено возглавить Федерацию Северной Ходьбы в городе Москве, создать здесь определенную инфраструктуру и развитие. Вот какая-то часть моей жизни сейчас посвящена еще и административным вопросам выстраиванию системы развития Северной Ходьбы в Москве. Ну и общественная деятельность на уровне Общероссийской Федерации тоже остается. Также в прошлом году меня избрали вице-президентом Российской Федерации Северной Ходьбы с определенными задачами, функциями. Мне тоже приходится на эту общественную деятельность, на эту нагрузку тоже реагировать. И так получилось, что то направление деятельности, которое я раньше занимался, оно потихоньку ушло на второй план, сейчас даже может быть на последний план. Все мои задачи сейчас связаны с развитием Северной Ходьбы в нашей стране. Мне кажется, ты успешно справляешься с этой ролью и даже в этом проекте я иду открываю Россию как будто ниточкой своими шагами связываешь клубы, регионы, знакомишь людей, основную миссию свою выполняешь. Можешь поделиться своими планами на будущее или все устремления будут в рамках этого проекта, чтобы он окреп, стал на ноги, стал более популярным? Мои основные планы это дальнейшее развитие Северной Ходьбы во всех отношениях и в спортивном формате, и в в том числе реабилитационным. То есть мы всячески помогаем организациям, в том числе и медицинским учреждениям в популяризации развития Северной Ходьбы как инструмента для не только профилактики, но даже и восстановления людей после определенных болезней, после травм. Соответственно, мои близлежащие планы это очередные регионы в проекте «Я иду, открываю Россию». Это три региона в Зауралье, Челябинская область, Тюменская область и Курганская область. Но в промежутке между этими регионами сейчас поступают предложения о том, чтобы мы приняли участие, в частности я принял участие в некоторых фестивалях, в том числе многодневных. Один из них называется «Великий русский северный путь». Это огромный, большой, грандиозный маршрут Москва-Соловецкие острова. Он как раз несет и спортивно-туристическую, историко-культурную и духовно-просветительскую миссию в нашей стране. То есть Москва-Соловки это такой путь исторический, который если он будет реализован, станет таким центром туризма и спорта в нашей стране. Это порядка двух тысяч километров пути. и если удастся, если удастся до этого грандиозного проекта посетить Калининградскую область, посетить Калининград, это наша самая западная точка нашей страны, вот, и там пройти, так сказать, вне графика, вне графика, но в рамках проекта, я иду, открывая Россию, кольцевой маршрут расстоянием около 500 километров, и вот буквально на днях меня пригласили, ну, как бы бросили вызов на установление национального рекорда в 24-часовой ходьбе. Я надеюсь, что там же в Калининграде я попробую принять участие вот в этом челлендже, пройти за сутки максимально возможное расстояние северной ходьбой. По-моему, это Михаил Пасынков вызов бросил, да? Михаил Пасынков сбросил, но я хочу сказать, что система установления рекордов в нашей стране, она, собственно говоря, имеет определенные правила, есть определенная система, методика, значит, реестр ведет всех рекордов Российской Федерации Северной Ходьбы, вот, и Михаил в прошлом году установил национальное достижение, вот, но, к сожалению, заявку, которую там на определенной форме нужно было подать, он не подал, и его рекорд пока не внесен в реестр национальных рекордов, которые учитываются Федерацией, вот, и в этот раз как раз у меня был с ним диалог, вот, и мы договорились о том, что если мы примем участие, и спортсмены североходцы с других регионов тоже примут участие, то нужно обязательно выдержать вот эти формальные, да, требования, чтобы система учета, контроля была единая и признавалась, соответственно, всеми нашими сообществами, входящими в нашу структуру, а это на сегодняшний день более, это уже, по-моему, 59 регионов нашей страны, вот, тогда те достижения, которые будут достигнуты, они, конечно, будут признаны всеми, вот, и я хочу сказать, что в прошлом, в прошлом году, летом, некоторые наши спортсмены приняли участие в проекте «Время рекордов», где как раз вот устанавливали национальные рекорды нашей страны, и наша спортсменка Ирина Маркова значит, установила национальный рекорд, пройдя северной ходьбой за сутки 163 километра, вот, и было мне приятно увидеть здесь на днях, что на сайте мировых рекордов по Nordic Walking ее имя уже вписали, то есть она вошла в список получается уже мировых рекордсменок, которые вот зафиксированы на этом сайте. Здорово. Эдуард, а вот судя по видеообзорам, бывают моменты вообще очень напряжные, пределы усталости, вот в эти моменты, когда отброшены все проекты, все там амбиции, все обязательства какие-то, что от тобой двигает, кем ты себя ощущаешь, паломником, туристом, спортсменом, то есть что выступает на первую роль вот в преодолении таких сложных ситуаций и расстояний? Вот этот формат таких маршрутов, он, конечно, раскрывает человека со всех сторон. Да, действительно, когда мы стартуем, нам хорошо, нам весело, мы можем пройти там 3-5 километров, но на каком-то участке, на каких-то участках я остаюсь один наедине с природой. И здесь, как говорится, как в той песне группы Любые, волна накрывает там, то мы все, как все люди на Руси, говорим помилуй Господи нас грестных и спаси. И вот такие моменты тоже присутствуют. Я, собственно, ощущаю, что я вообще на земле совершенно беспомощный, находясь в лесу, да, у меня есть связь, я могу нажать кнопку СОС, если что, но в целом, да, я себя, конечно, чувствую абсолютно маленьким, маленькой молекулой всего, так сказать, земного пространства. Вот. Это, конечно, тоже дает свои плоды, когда преодолеваешь такие маршруты. Я повторюсь, что это как раз вот северная ходьба, она помогает еще человеку не только оздоровиться, да, но и преобразиться. В каких-то моментах человек преображается, он начинает задумываться о своих делах, о том, чего он в жизни достиг, чего, какую пользу он людям приносит, вообще, что он как человек, да, по своей сущности сделал полезного в своей жизни. это тоже благодаря северной ходьбе, благодаря таким длительным переходам мысли у человека полностью освобождаются от суеты, от урбанистики, да, от городских каких-то там, моментов. Человек начинает понимать, что он, в общем-то, наедине с природой и очень четко осознает вообще смысл своего существования. Думаю, с формулировкой после такого глубокого ответа. Да, но пока, Александр, ты думаешь, я хочу просто вспомнить, когда был Пинаделла Сега у нас в Москве, он как раз говорил, что он разработал такой маршрут, называется Путь Христа, по-моему, в Доломитах. А, да, да. Вот, и там он как раз про... Я первый раз услышал от него о том, что люди, проходя этот участок, возвращаются совершенно другими, вот, такое преображение наступает. И я услышал от него, что он говорит, что Nordic Walking это не просто там ходьба, да, есть такое понятие философия ходьбы. Вот я начал об этом тоже задумываться, вот буквально когда участвовал в проекте Я иду, открою Россию, я с этим, собственно, и столкнулся. Вот есть такой термин философия ходьбы, она вот присуща для североходцев. У меня еще напрашиваются два вопроса, без которых этот эфир будет где-то неполным, но они могут быть достаточно короткими. Во-первых, почему кольцевой маршрут, то есть это может быть и линейный маршрут, или с целью экономии, скажем, туда пешком и назад своими ногами? Это, наверное, задумка была со Ставрополя, наверное, началось, что вот из точки А выходим и в точку А возвращаемся, потому что, условно говоря, может быть, даже для пользы самих отдыхающих, люди приезжают в какой-то пункт отдыхать, ну, допустим, в Кисловодск, вот, ставили свои вещи, пошли по маршруту, закольцевали его, вернулись обратно в Кисловодск, и при этом посмотрели всю красоту и природу близ лежащих мест и городов. Я не говорю, что вот нужно обязательно повторять весь маршрут. Там кольцевые маршруты, они могут быть и там 10-20 километров протяженности, то есть главное, чтобы вернуться на... Вот мы же, когда идем на тренировку там в парке, мы выходим из точки А и возвращаемся, в принципе, обратно в эту же точку. А сам формат кольцевых, ну, вот он таким образом, наверное, сформировался. А потом, конечно, можно делать и линейные, и они, собственно говоря, существуют. Тот же путь Ермака, тот же к сердцу севера от Ладоги, они все линейные, то есть они от точки А до точки Б идут. В них есть какая-то своя философия по сравнению линейного и кольцевого маршрута? Я, честно говоря, не ощущал. Философия ходьбы, она вот ощущается сразу там, наверное, после первого, второго дня, то есть когда проходишь уже там больше десяти километров, уже у человека идет осветление головы, то есть мысли покидают суетные человека, он начинает просто уже с природы сливаться. и вот самое интересное, что картинка меняется. Вот в моем понимании, когда мы идем, условно говоря, по одному и тому же месту каждый день, ну, вначале хорошо, отлично, а потом немножко приедается, надоедает. А когда картинка меняется, меняется ощущение, меняется восприятие, то это совершенно другие ощущения, совершенно другие чувства. Понятно, что наши люди, кто занимается серной ходьбой, они всегда радостные, да, уровень эндорфинов и так далее. Но здесь еще дополнительный приток событий, да, событий, когда меняется эта картинка, меняются люди, разные люди, общение, ну, это букет восприятия, он расширяется. Эдуард, чтобы наш выпуск не прозвучал просто таким призывом к действию, может быть, есть то, о чем стоит предупредить слушателя, который вдруг завтра решит выйти на длительный маршрут, какие выводы ты сделал в плане безопасности? Ну, нужно обязательно быть со связью, то есть все маршруты, которые, в которых я участвую, я стараюсь их обеспечить с точки зрения многоступенчатой системы связи, да, то есть чтобы связь была разная, и рации, и телефоны, и системы GPS-мониторинга, и для этого я вот как раз, ну, мне помогают специалисты технической службы компании Аклайф. Я, забыл добавить, что еще один ресурс, который отражает наши маршруты, это платформа Place-by-Place, ее делает компания Аклайф, специалисты этой компании, где вот сосредотачиваются все треки моих маршрутов, и самое главное это связь в этом плане, это элементы так сказать там питания, да, то есть должна быть вода, должны быть перекусы, потому что я сталкивался с такими вещами, когда я оказался без еды, и организм мой сказал мне, что все, больше идти с таким темпом ты уже не сможешь, а техническая поддержка была, ну, она была, но для того, чтобы она подъехала к тому месту, где я вот почувствовал условно говоря там голод, да, такой, ей нужно было еще там до меня добраться, да, после того, как я там сообщил, поэтому питание должно быть, питание хорошее, полноценное, ну, и, соответственно, вот, чем маршруты, по которым мы ходим, отличаются тем, что мы не используем автономный режим, да, то есть мы не идем с палаткой, под рюкзаком, и так далее, и останавливаемся на ночлег там, где солнце зашло, а все маршруты, они стараются быть длительностью не более светового дня, и по количеству километражу, да, соответственно, тоже, чтобы это был переход, дневной переход, и он выходил к какой-то цивилизации, да, к населенному пункту, где есть гостиница, где можно остановиться, переночевать нормально, с горячей водой, с отдыхом, с теплом, и так далее, да, то есть вот в этом плане очень важно, чтобы на всем участке маршрута были промежуточные пункты, где есть нормальные условия цивилизации, да, можно заходить там в лесопарковую часть, там в лесную часть, но обязательно выходить через какое-то время к цивилизации. Учитывая то, что твой опыт в северной ходьбе начался с трехситуционных палок Gable вот с карбоном, то есть это, ну, можно сказать, одна из достаточно дорогих моделей, вот, я думаю, что ты также с претензией отнесся к выбору экипировки, которая будет тебя сопровождать и помогать тебе преодолевать такие расстояния. Были ли какие-то элементы, которые ты понял, что допустил ошибку или вот недостаточно подходили под такие испытания, то есть был, я знаю, классный фонарь, были классные палки, наверняка, и по другим элементам экипировки, ты был хорошо оснащен? Ну, действительно так, я вообще ощущаю постоянную потребность в совершенствовании экипировки вот вообще на ежедневном уровне, и на каждом проекте, вообще в каждом соревновании что-то случается, это однозначно, и вот, знаете, вот как есть поговорка, нет пределов совершенства, я до сих пор в поиске, я до сих пор в поиске, в том числе и палок, вот, к сожалению, весь тот инвентарь, который я использовал, да, можно так сказать, что я его там тестировал, не выдержал тех километров, да, то есть 600 километров, тысячи километров, разные, разные палки разных производителей, разных фирм, разных там структур по составу, да, они, ну, имели, в общем-то, определенные там недочеты, а это все, конечно, записывается, для себя определяется, ну, пока еще вот поиск идеала есть, но есть, конечно, уже и какие-то устойчивые моменты, при которых там в том числе в экипировке, при которых уже, в принципе, ничего менять не нужно, это, собственно говоря, футболки, термобелье, куртки, ну, куртки, в принципе, они все, вот, я так понимаю, система soft shell, правильно называть, она как раз вот для низких температур неплохо себя зарекомендовала, да, то есть, она там не пропускает воздух, не пропускает влагу и, в принципе, держит тепло, вот, меня она, в общем-то, при низких температурах нормально спасала, по кроссовкам я, я постоянно стирал ноги, вот, разные, разные обувь использовал, все определяется, конечно, индивидуально, по стопе, вот, есть такие производители, у которых кроссовки, там, ну, слава говоря, по своей структуре, где-то там имеют зауженные платформы, да, для тех, у кого не широкая, так сказать, стопа, да, то, это самое, то нормально, да, у кого широкая, то есть проблема, то есть не зря я сейчас обращаю внимание, что профессиональные спортсмены подбирают обувь, там, чуть ли не индивидуально, да, ставят свою ногу на определенные, там, метрики, и там, их каждый, каждый пальчик, там, замеряется, подбирается, вообще индивидуальный отшив, идет кроссовок, ну, я не знаю, это, наверное, дело будущего, но повторюсь, что я до сих пор испытываю, значит, дефицит в хорошей, в хорошей качественной экипировке, в хорошей качественной обуви, с другой стороны, компании-производители помогают мне в определенных вещах, вот, например, компания Пецель, она увидела, с каким я фонарем шел по Смоленской области, если вы помните, там, у меня был такой, типа, налобный фонарь, чем-то напоминал шахтерский угольный фонарик, большой, и вот, на одной из встреч представители компании обратили внимание, что, Эдуард, а вот, что у вас там с налобным фонарем, я говорю, ну, у меня вот есть фонарь налобный, хороший, там, от 220 вольт заряжается, я могу его в розетку включить, он у меня заряжается, вот, но они, подвели меня к одной стойке, вот, компании Петцли, говорят, вот, посмотрите, так сказать, последние модели налобных фонарей, которые выпускает данная компания, ну, конечно, я был ошарашен, это 21 век, и уже в Свердловской области я был с фонариком, который давал освещение 500 люмен, я просто доволен им глубиной души, то есть он меня просто выручал, как только стемнеет, я его включал и шел, как днем. Будет, кстати, очень актуально для тех, кто продолжает заниматься в зимнее время и, как правило, выходит после тренировки, вернее, на тренировку после работы в вечернее время, то есть это важный фактор, чтобы, в принципе, продолжать заниматься в любых условиях. Да, абсолютно согласен, Александр, вопросы связаны вот с такими мелкими вещами, но они иногда играют очень важную роль. Вот такая вещь, как фонарик, сейчас, в зимнее время, ну, конечно, он играет важную роль. важную роль. И лучше, конечно, ну, надо вот понимать, что есть такие компании, которые выпускают фонарики, которые можно, их можно в кулачок сложить, есть такой мешочек, он прям с размером кулачка маленький. Он так, по сути, вся конструкция до такой степени гибкая, эластичная, не там, не стягивающая, то есть до мелочей все предусмотрено, и ходить с такими элементами просто удовольствие. И самое главное, что они выполняют на сто процентов ту функцию, ради которой они предназначены. Вот. Это очень здорово. Это производители, они молодцы, они знают, что спортсменам нужно и делают так, как положено. я думаю, мы только затронули, приоткрыли занавес на экипировку, которую необходимо снабжать спортсмены на подобных длительных заходах. Вот. Если будет интерес услышателя и желание у Эдуарда, мы еще можем вернуться к этой записи и углубиться вообще к особенностям экипировки такой, которая позволяет не терять комфорт и даже где-то соревноваться кто кого, организм человека или технологии. Да, согласен. Я с удовольствием расскажу о тех элементах экипировки, в которых я выступаю на различных проектах, но повторюсь, что я до сих пор еще не достиг совершенства. Я постоянно ищу то, что мне будет комфортно. Пока еще не на 100% я определился в экипировке. Но здесь я понимаю, что большую помощь играют производители, когда предоставляют спортсменам для тестирования, для изучения различных элементов экипировки. Мы североходцы не исключение. Все больше и больше компаний готовят и обувь, и одежду непосредственно с термином Nordic Walking. Отрадно. Хорошо. Ну что ж, подходим к концу нашей встречи, нашей тренировки. Я хочу, чтобы еще ты подсказал торопливым слушателям, непоседам, которые не будут дожидаться следующей записи. как они могут с тобой связаться, закидать вопросами, ну или какой-то задать особый вопрос, который не был задан, который поможет им справиться, возможно, пройти по твоим следам один из проложенных треков. С удовольствием подскажу и расскажу. Я доступен для связи. У меня сейчас в соцсетях активные аккаунты. это Инстаграм, аккаунт Эдуард нижнее подчеркивание Цвигун латинскими буквами. В соцсети ВКонтакте и Фейсбуке я представлен тоже в рамках проекта Я иду открываю Россию. Там мне вести этот аккаунт помогает Максим Сладкоштиев и все вопросы, которые я не увижу или не увидел, он обязательно пересылает мне. Там есть обратная связь, можно писать любые вопросы, которые интересуют. Ну и соответственно в телеграм канале тоже я есть и не так давно я начал вести телеграм канал тоже так и называется Я иду открываю Россию. Ну и там в личных сообщениях тоже можно и писать и звонить эти каналы тоже доступны. Вот собственно говоря все мое информационное поле, которым я пользуюсь в данный момент. Спасибо большое за эту встречу, за запись. Я желаю тебе успехов, легких стартов и всегда удовлетворительных финишев. спасибо большое Александр, всем слушателям передаю привет и желаю чтобы в каждом вашем доме было здоровье и северная ходьба. Спасибо, успехов тебе!